Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка в компании «Этикмил» и с вами я, Артур Идиатулин. Цены на нефть подскочили более чем на 1,5% после того, как крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия объявила о мерах поддержки для падающего рынка. Королевство собирается сократить добычу на 500 тысяч баррелей в декабре в качестве ответа на сезонное снижение спроса. Перед встречей представителей ОПЕК в Абудабе в воскресенье министр нефти Саудовской Аравии Альф Алик сформировал низкие ожидания относительно сокращения добычи, заявив, что говорить об этом пока преждевременно. Однако результаты встречи неожиданно имели благоприятный исход для рынка. Комиссия ОПЕК, похоже, посчитала, что если продолжать вести добычу текущими темпами, то призрак перепроизводства, который одолевал нефтяные державы несколько лет, может напомнить о себе уже в начале 2019 года. Опасения о переизбытке усилились после того, как США неожиданно смягчили наказание для Ирана, позволив ему сохранить ключевой костяк покупателей. Кроме того, усиливается конкуренция со стороны сланцевых производителей США и, собственно, между ними в конкурентной среде отдельные фирмы берут цены как данность и, соответственно, формируют цели по объемам производства, исходя из состояния рынка. Поэтому приобщить их к координации предложений не представляется возможным для ОПЕК. С начала октября цены непрерывно снижались и потеряли около 20% с пикового уровня. Стабилизационные меры, предложенные за Аудовской Аравией, включают сокращение мирового предложения на 500 тысяч баррелей в декабре, завел министр энергетической отрасли в воскресенье. Размер сокращения обусловлен неопределенностью возможности координированных действий между членами картеля. Другими словами, неясно, сможет ли королевство объяснить необходимость для других производителей урезать добычу после того, как они несколько лет довольствовались низким уровнем нефтяных доходов и накопили бюджетные проблемы. Часть сокращения добычи придется на сезонное падение спроса в декабре. Серьезным препятствием для роста цен, по мнению ОПЕК, является сланцевая нефть США, которая, несмотря на перегруженность инфраструктуры для транспортировки нефти, поступает на рынок все большими порциями. На прошлой неделе количество нефтедобывающих вышек США выросло на 12 единиц до 886 максимального уровня с марта 2015 года, показал еженедельный отчет Baker Hughes. Вот здесь можно видеть, что количество вышек приблизилось к уровню 900, но почти в два раза меньше максимального значения с конца 2014 года. Валюты развивающихся стран, развитых стран, сегодня сдают позиции против доллара США. Это вот видно из динамики основных валют. Фунта против доллара, евро против доллара. С начала лондонской сессии падение евро против доллара достигло 0,9%. Сейчас произошел небольшой откат. Это довольно редкое событие для валютного рынка. То же самое нельзя сказать о валютах развивающихся рынков. Крепкий доллар не помешал рублю вырасти 0,7%, что говорит об умеренном уровне риска в активах развивающихся стран. Общие риски, связанные с экономическим ростом в еврозоне и отсутствием консенсуса по Brexit, похоже, стали катализатором падения. Сегодня аргументом в пользу такого сценария также выступает доходность по казначейским облигациям США, которая у нас незначительно снизилась, несмотря на снижение других основных валют. Это говорит о том, что если бы был пересмотр инфляционных ожиданий или пересмотр темпов повышения ставок, то, естественно, доходность бы отреагировала наверх. Это означало бы укрепление доллара. А в текущей ситуации мы говорим о проблемах в еврозоне, в Британии. Поэтому мы не наблюдаем не укрепление доллара, а снижение других основных валют. Данные по производственным ценам в США показали, что напряжение в производственном секторе растет. Если взглянуть на данные, которые вышли в прошлую пятницу, то видно, что у нас происходит ускорение производственных цен. В то же время экспортные цены у нас снижаются. Вот если у нас сравнивать динамику экспортных цен, которые примерно с июня этого года у нас перешли в снижение. В то же время производственные цены растут. Это говорит о том, что маржа производителей в США снижается. С валютного фронта производители также получают плохие новости, так как доллар стремительно дорожает, что уменьшает выручку в национальном выражении. И методом исключения мы получаем, что производство США сейчас живет за счет внутренних заказов, а также фискального стимулирования, которое носит временный характер. Однако данные по потреблению в США, которые также вышли в пятницу, они не дают повода для разочарования. Показатель настроения от университета Мичиган у нас остается в 8,3%, что превзошло ожидания. Другие показатели рассчитаны также этим университетом, они также у нас вышли выше прогнозов, но кроме показателя текущих условий. Также нужно обратить внимание на показатели инфляционных ожиданий. Они у нас для горизонта на один год вперед замедлились до уровня 2,8% против 2,9% в предыдущем месяце, то есть в октябре. Что касается инфляционных ожиданий на горизонте 5-10 лет, то они у нас незначительно выросли до 2,6%. Показатель инфляционных ожиданий, он очень внимательно отслеживается ФРС, и ФРС пытается сдерживать инфляционные ожидания, так как чем выше они у населения, тем выше так называемые сдержки дезинфляционной политики в будущем, и тем меньше возможности у регулятора, возможности влиять на выпуск через монетарное смягчение, так как он рискует разогнать инфляционные ожидания до опасного уровня, которые затем очень затратно вновь снижаются. Таким образом мы сейчас наблюдаем картину, где у доллара США появляются перспективы для роста, так как ФРС имеет возможность продолжать повышать ставки. В то же время на других континентах, в других развитых странах мы видим замедление экономики, в частности в вирозоне, и сейчас ЕЦБ скорее всего, точнее рынок будет считать, что ЕЦБ у нас будет пересматривать политику монетарного смягчения, возможно даже вернется к такому маловероятному сценарию, как продление программы скупки активов. На это сейчас рассчитывают медведи по евро, и соответственно поэтому мы сейчас и наблюдаем такое резкое снижение евро. Это все происходит в соответствии с этими ожиданиями. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду.